Мурад Мали, вот вы приехали из Узбекистана, и сейчас в целом Бахромбей рассматривал отдельные нюансы Азербайджана-Узбекских отношений. Но интересно было бы все же изнутри узнать вообще о самом процессе выбора. В принципе, понятно, там практически никаких нареканий со стороны наблюдателей не было. Во всяком случае, нет чего-то такого, что привлекло бы внимание с отрицательной точки зрения. Нам очень часто то, что подключения были с места событий, подчеркивалось, что очень высокая активность, причем даже с 9 утра уже наблюдалось. И тот факт, что президент Азербайджана Аль-Хам Алиев дважды поздравил главу узбекского государства Шапкета Мерзиоеву, наверное, тоже говорит о многом. Безусловно, конечно. Да, я участвовал на этих выборах в качестве наблюдателя. Я смог посетить несколько избирательных участков до выборов и демвыборов. Было организовано в соответствии с необходимыми стандартами для того, чтобы обеспечить качественное голосование граждан Узбекистана. Я вам скажу, что, вы знаете, эти выборы проходили на фоне динамического развития Узбекистана, заявленных и реализуемых реформ, которые охватывают практически весь комплекс узбекского государства, начиная от политических, правовых, экономических, социальных и так далее. То есть избиратели Узбекистана шли на эти выборы, как бы поддерживая эти реформы. То есть курс? Конечно же курс. Курс этот заявил нынешний президент Узбекистана, господин Мизоев, и не только заявил, и начал эффективно его реализовывать. Вот в ходе своей поездки первое, что я увидел, это динамично развивающийся Узбекистан практически во всех областях. Нет области, в которой бы не были бы существенной серьезной реформы. Если мы возьмем правовую часть, то знаете, что некоторое время назад была проведена конституционная реформа, принята новая конституция, в которой изменена и добавлено более 65% статей. Туда включены многие моменты, связанные с демократизацией страны, созданием правового государства, обеспечения, в первую очередь, там очень важное внимание уделяется обеспечению частной безопасности, частной собственности и так далее. Практически все моменты, которые необходимы для развития государства. И мы видим, что реальные результаты. Вот посмотрите, с 2017 года по сегодняшний день в Узбекистане увеличились международные инвестиции в три раза. Это какая огромная сумма. В Узбекистане проведены серьезные реформы для создания возможностей развития частной собственности. Отменено огромное количество налогов, отменено большое количество возных-возных пошлин. Вот пример приведу, что в результате этого, допустим, экспорт сельхозпродукции увеличился, допустим, с 30 стран до 70 стран. То есть за короткое время экспорт развивается. Например, вот очень интересный момент я заметил в Узбекистане. Там созданы все условия для того, чтобы развивать внутреннее производство. До 2017 года только 70% узбекского хлопка перерабатывалось в стране. На сегодняшний день полностью узбекский хлопок перерабатывается в стране, и он как сирец уже не вывозится. Так же касается и других отраслей. Но вы заметили, что вот господин наш президент два раза поздравил. Да, он первый раз, самым первым, кстати, он позвонил и поздравил президента Узбекистана с избранием. После этого он отправил письмо поздравительное. Знаете, наши руководители называют друг друга братьями. Но что я увидел сам в Узбекистане, когда они узнавали, что я из Азербайджана, они ко мне относились с огромной теплотой, на самом деле, как братья. Это действительно братская сторона. Я очень уважал узбекский народ, но после поездки я еще раз убедился, насколько они гостеприимные, насколько они дружелюбные. И очень важно, насколько они трудолюбивый народ. Я более чем уверен, что... И очень спокойный. Да. Более чем уверен, вот все реформы, о которых они заявили, которые они сейчас реализуют, я думаю, что через определенное время они не только их реализуют, но и перейдут уже к следующему этапу. Сегодня Узбекистан очень сильно развивает отношения с такими ведущими экономическими странами своего региона. Это как Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Япония, Китай. Достаточно, конечно, там банков работают, достаточно, конечно, предприятий. В Ташкенте строится новое здание. Много видим в новом Ташкенте. По зданиям видно, как она эффективно развивается. Но это оставим в стороне. Я скажу немного о наших взаимоотношениях. Вот наш гость тоже заметил в рамках тюркских государств, и не только в тюркских государствах, в рамках совместных с Азербайджаном взаимоотношений. Сегодня мы очень эффективно сотрудничаем с Узбекистаном и Азербайджаном. Опыт Узбекистана в сельском хозяйстве применяется в Азербайджане. Вот я знаю, что узбекские специалисты по хлопководству уже работают в Азербайджане. По шелководству работают в Азербайджане. В Азербайджане построили автомобильный завод, филиал автомобильного завода Узбекистана. Но есть некоторые моменты, о которых я хотел бы обязательно специально сказать. Мы все знаем, что в ходе 30 лет, когда наши земли находились под оккупацией, Узбекистан был единственной страной бывшего Советского Союза, кто не создал дипломатические отношения с Арменией именно потому, что они оккупировали наши земли. Это сделал первый президент Узбекистана Каримов. И будучи я в Самарканде, я специально посетил его могилу там в качестве уважения. И я скажу, что господин Мизоев, когда стал президентом, и буквально недавно это было, после уже освобождения нашего земли, он обратился к нашему президенту, публично это было, что вы уже освободили земли, но когда вы посчитаете нужным, скажете, тогда мы уже подумаем о создании дипломатических отношений с Арменией. То есть мы видим, насколько Узбекистан относился внимательно к нашим проблемам. И буквально после освобождения этих земель Узбекистан подарил нам школу. Эта школа строится в Физулии. Обращал все внимание на это внимание. Да, Физулии строится подарок Узбекистана школы. Я думаю, что скоро времени будет уже открытие этой школы. И, наверное, руководство Узбекистана посетит. Это еще раз, эта встреча будет знаковой встречей братства и дружбы наших государств. Но я еще добавлю, что очень много, значит, есть возможностей дальнейшего расширения нашего сотрудничества. Во всех отношениях, и в том числе, вот наш гость сказал о развитии коммуникации. С учетом ситуации, которая сегодня происходит в мире, коммуникационные возможности являются, фактор является одним из главных для Узбекистана. И выход на европейские рынки обеспечит Азербайджан. Сегодня Азербайджан, значит, имеет один из больших портов на Каспии. Но мы на этом не останавливаемся. Мы его расширяем. У нас железная дорога Баку-Тибилиси-Касп. Опять выделены средства на расширение возможностей. Этим пользуется Узбекистан, конечно же, поставки грузов. На носу у нас открытие Зангизурскую коридору, которая укоротит наш путь в Турцию. Я вспомнил один интересный момент во время инаугурации турецкого президента. Если вы обратили внимание, с правой рукой от него сидел президент Азербайджан Алиев, с полевой рукой от него сидел президент Узбекистана Мерзиев. Это показатель того, насколько Азербайджан, Узбекистан играют важную роль для Турции в рамках тюркских государств. Насколько они близки друг к другу. Вот то, что вы говорили, Мурад Малим. Зангизурский коридор, он органическая часть, фактически, органической частью видится вот этого процесса. Здесь и экономика, здесь и политика, здесь и культура, развитие. И сейчас хотелось бы вот чуть-чуть, может быть, расширить нашу беседу. О чем имею в виду, что я имею в виду, буквально Ильхам Алиев в своем последнем выступлении по итогу полугодия очень серьезное внимание обратил на укрепление обороноспособности Азербайджана. Он говорил об Азербайджане, но он все время говорил и о маршрутах, он все время говорил и о в целом регионе, и говорил о региональной безопасности. То есть на сегодня он подчеркнул, что международное право не работает. И сегодня есть право силы, да, право силы, как доказал Азербайджан, на основе международного права. То есть мы не отходим от международного права. Он даже подчеркнул, что фактически все государства в той или иной степени, которые считают себя первыми, они основные нарушители. Мы со своей стороны, это было сказано, вот как раз Бахромбея обращал внимание, на движение не при сидении, не кстати, это было как раз тоже под девизом борьба с вызовами. То есть фактически обороноспособность становится тем стержнем, который будет двигать регион вперед. И вот здесь опять мы вспоминаем совместные учения в рамках организации циркских государств, двусторонние связи, обучение военных и плюс уже единые определенные стандарты. Вот что вы скажете об этом с точки зрения нашей региональной безопасности? К сожалению, на сегодняшний день ситуация в мире такая, что мировая система безопасности, сформированная после Второй мировой войны, а именно ООН и Совет Безопасности ООН, он не работает, он не выполняет возложенные на него функции. И как вы правильно заметили, многие страны, которые находятся там, они являются основными нарушителями вот этой структуры. И очень правильно наш президент на заседании Движения Присоединения критиковал деятельность Совета Безопасности, что эта структура уже потеряла фактически актуальность на сегодняшний день. И такие страны, как Узбекистан, Азербайджан, Турция, тюркские государства, они стараются выстраивать свою систему безопасности в регионе двусторонними отношениями, а также отношениями в таких системных организациях. И в этом контексте сотрудничество Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, наших братских средиазиатских стран становится сегодня как-нибудь актуальным. Сегодня Турция имеет мощно развивающийся военно-промышленный комплекс, ничем не уступающий и другим ведущим мировым державам. Азербайджан сегодня имеет опыт ведения боевых действий, ну, хоть и локальных, но серьезных боевых действий. Опытные у нас имеются и военные специалисты, и военачальники. В этом контексте для Узбекистана тоже важно сотрудничество в рамках с нашими государствами. Почему Узбекистан тоже достаточно находится в регионе нестабильном? Мы помним еще ситуацию в Афганистане, какая она была, и на сегодняшний день еще неизвестно, какие перспективы событий будут происходить в этой стране, а Узбекистан все-таки находится рядом. И в этом контексте опыт Азербайджана, турецкий опыт, продукция военно-промышленного комплекса, это очень важно для обеспечения безопасности Узбекистана и стран Средней Азии. Почему мы говорим о безопасности, важной безопасности? Вот до этого мы говорили об экономических отношениях, а вот до этого мы говорили о коммуникациях. Но для защиты, для обеспечения развития промышленных отношений, конечно, для обеспечения стабильности, а что такое стабильность? Стабильность это первое условие для притока инвестиций в страну. Сегодня Узбекистан заявляет и делает все для того, чтобы обеспечить приход инвестиций в страну, для развития ее динамического развития. Поэтому в этом контексте параллельно Узбекистану нужно обеспечить безопасность, а самое лучшее, я считаю, на мой взгляд, конечно же, это в рамках тюркских государств, братских государств, Турция и Азербайджан сегодня будут делиться всеми военными технологиями, которые у нас есть, с нашим братским Узбекистаном. И поэтому я думаю, что это сотрудничество военно-техническое, военное образование, область военного образования, кстати, об этом говорили руководители наших стран, тоже будет параллельно в комплексе происходить и с другими формами нашего сотрудничества. Происходит, опять-таки, мы, к сожалению, мы не можем говорить, вот Южный Кавказ с точки зрения того, что вот все три государства здесь едины в каком-то порыве, потому что есть здесь субъекты в лице Азербайджана и Грузии, объект, скажем, в лице Армении. К сожалению, уже президент Азербайджана неоднократно говорил, чтобы стать субъектом мировой политики, необходимо присоединиться к экономическим проектам. То есть мирное соглашение – это начало вашего пути к становлению реально независимым государством. Вот это торможение вот этой стабильности здесь со стороны Армении, на ваш взгляд, когда все же завершится и насколько армянское общество готово к тому, чтобы стать полноправным членом вот этих вот региональных проектов? Да, к сожалению, вы все правильно сказали. Армянское общество, мы следим, конечно же, мы видим, что там происходит, какие дискуссии идут. Я не думаю, что они еще на сегодняшний день готовы. Если бы они были готовы, то армянское общество стало бы против, допустим, такого отношения, когда в центре Еревана поставили памятник террористам, которые в начале прошлого века убивали безоружных турецких дипломатов и азербайджанских государственных деятелей, в тот момент, когда идут переговоры с Турцией об открытии границ, о восстановлении дипломатических отношений, когда идут переговоры с Азербайджаном о подготовке, подписании мирного договора на платформах и Соединенных Штатов Америки, в Кремле, Евросоюзе. Вот армянское общество должно было выступить против этого. Армянское общество должно было выступить против того, что нельзя сжигать флаг Азербайджана на международных мероприятиях и так далее. Но, к сожалению, мы этого не видим. Мы видим все-таки в Армении достаточную сил, которые сопротивляются реальному ходу истории, которые они не смогут все равно изменить. Рано или поздно они придут к тому, что они подпишут договор, но они придут к этому очень поздно и с худшими для себя, значит, условиями. В этом случае они получат и улучшение отношений с Турцией. Турция не раз уже заявляла, что восстановление дипломатического отношения и открытие границ зависит от восстановления отношений с Азербайджаном. И здесь еще другой фактор тоже есть. Достаточно в мире сил, которые не хотят, чтобы на Южном Капказе воцарился реальный мир, обеспечена была стабильность. Мы это открыто видим, мы можем называть эти страны, это и Франция, Иран и так далее. Но, что бы они не хотели бы, баланс сил в регионе, на Южном Кавказе, у Азербайджана, Азербайджаном более чем достаточно дипломатических, политических, военных, экономических возможностей, чтобы реализовать эти заявленные цели. И, конечно же, Турция со своими возможностями и влиянием в регионе, исключительным влиянием в регионе, обеспечит тот ход, который мы стараемся реализовать. Но, к сожалению, Армения просто-напросто тянет время и каждый раз она выполняет, в конце концов, условия, но с худшими, опять же, повторюсь, условиям для себя. Когда они поймут, что процветание, как вы сказали, превращение страны из объекта в субъекта политической деятельности в мире, зависит именно от того, чтобы создать нормальные взаимоотношения со своими соседями, общепринятыми в мире, как живут все страны, лишь тогда они смогут добиться и процветания для своей страны. Но мы же своей стороны, конечно же, будем продолжать свою линию. Мы заявили, что готовы подписать мирное соглашение. Мы готовы обеспечить для армян, проживающих на нашей территории, все права и обязанности, исходя из нашей конституции. Как и для всех граждан. Равноценно, так и для всех граждан Азербайджана, любой национальности, включая большинство азербайджанцев. Больше мы не можем дать. Это не конституционно, мы имеем право. Это ограничено и нашей конституцией, и международными документами, которые мы подписали, в отличие от Франции, кстати. В отличие от Франции, Азербайджан, значит, подписал все конвенции, и ратифицировал все конвенции, касающиеся национальных меньшинств, и в Совете Европы, и в ООН. Хотя Франция, которая нам старается что-то диктовать, сами эти документы не ратифицировали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!